Как развиваются отношения Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана, о чем говорили на Международном банковском форуме, а также чего требует Трамп от ЕС. В сегодняшнем выпуске Финтаймс обсуждать будем эти и не только темы в студии Нигиа Рахманова. Итак, к темам. За последние три года в Азербайджане объем операций через национальную платежную систему увеличился в 3,5 раза, достигнув 606 млрд манатов за первые 10 месяцев текущего года. Такие данные представил президент Ассоциации банков Азербайджана Закер Нуриев на 8-м Международном банковском форуме в Баку. По его словам, в 2024 году 63,8% всех безналичных операций проводились в стране с использованием платежных карт. Продолжая эту тему, заявления с Международного банковского форума также прозвучали касательно климатической повестки и зеленых инициатив. Именно их обсудим с Туралом Гаджиевым, партнером компании Deloitte. Господин Гаджиев, как раз с нами на связи. Приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. На Международном банковском форуме было заявлено, что климатическое финансирование невозможно без активного участия банковского сектора. Какие ключевые шаги должны предпринять азербайджанские банки для того, чтобы эффективно участвовать в глобальном климатическом финансировании, учитывая национальную экономику? В первую очередь хотел бы отметить, что для банковского сектора Азербайджана на сегодняшний день необходимо несколько моментов очертить. То есть, в первую очередь, глобальное финансирование борьбы с изменением климата – это тот вопрос, который требует многотриллионных инвестиций, более чем триллион, полтора триллиона долларов в год, для того, чтобы обеспечить переход и уменьшить влияние изменения климата на экономику стран. Азербайджан не является исключением, само собой. Как во всем мире, так и в Азербайджане уже сейчас ощущается влияние климатического изменения на экономику страны. И в этом направлении вопрос финансирования является очень важным моментом, который требует дополнительного внимания со стороны ключевых финансовых институтов, таких как, например, коммерческие банки. Если говорить про тренды, которые мы видели на КОП-29, успешно прошедшем в Баку менее чем две недели назад, первый ключевой вопрос, который был посвящен финансированию, в целом борьбы с изменением климата, заключался в том, что если начнется выделение более полутора-двух триллионов долларов в год, каких требуется для финансирования борьбы с климатическим изменением стран государственных бюджетов во всем мире, то этих денег может просто не хватить даже у развитых стран. Бюджеты не позволяют найти возможности для выделения дополнительно полутора триллионов долларов без существенных изменений в существующих финансовых бюджетной политике. Поэтому вовлечение частного сектора в финансирование борьбы с изменением климата является ключевым моментом, и об этом тоже говорилось на КОП-29, и роль коммерческих банков, которые являются локомотивами экономик стран и являются, скажем так, такими трендсеттерами, которые позволяют необходимое финансирование выделить и направить его в правильное русло, является одним из самых важных моментов, которые были отмечены в КОП-29. И тут роль коммерческих банков в Азербайджане такая же, как и в любой коммерческой институции в любой другой стране мира. Необходимо пересматривать существующие процессы, находящиеся в организациях финансового сектора в Азербайджане для того, чтобы приоритизировать проекты, связанные с борьбой с изменением климата и финансирование таких проектов внутри Азербайджана. Об этом говорил сегодня на конференции, на которой я тоже сегодня участвовал. Это очень важный момент. Он требует дальнейшей проработки. И на КОП-29 был подписан различный меморандум со стороны коммерческих банков и организаций в Азербайджане на дополнительное меморандум взаимопонимания на выделение более 2 миллиардов долларов на климатическое финансирование в Азербайджане в ближайшие годы. Это требует изменения подходов как со стороны коммерческих банков с точки зрения приоритизации финансирования проектов, связанных с борьбой с изменением климата, как с точки зрения регулятора, то есть здесь необходимо само собой определенное налоговое послабление, дерискинг существующих проектов, связанных с климатическим изменением, вовлечение различных финансовых институтов, которые относятся к коммерческим банкам, таким как различные фонды, финансирование таких проектов. Также можно говорить о растущей роли инструмента гарантирования кредитования в этом направлении. Еще вот как раз на этом же форуме заявили, что банки в Азербайджане, они одним из основных стопов экономики страны являются, безусловно, и они должны разрабатывать стратегии, которые поддерживают принципы ИСЭДЖЕ, напомнят экология, социальное и корпоративное управление для устойчивого банковского дела. Как внедрение зеленой таксономии, которое произошло недавно Центробанком Азербайджана, может повлиять на долгосрочную устойчивость финансового сектора? И вот какие меры должны предпринять азербайджанские банки, чтобы эффективно интегрировать эти принципы? Смотрите, я бы ответил на вопрос с трех аспектов. В первую очередь хотел бы отметить, вообще для чего нужна таксономия в целом, какие требования существуют. Во вторую очередь хотел бы отметить, что какие причины, по которым криминалистическое финансирование находится не на должном уровне во всем мире, что для этого нужно делать для банков. И в-третьих, поговорить немножко про регуляторику этого вопроса. В целом, создание зеленой таксономии позволяет, как внутри Азербайджана, избежать, в принципе это является трендом во всем мире, и позволяет в первую очередь избежать так называемого зеленого greenwashing, такое хорошее слово, я знаю, на английском языке, которое предполагает, что банки и организации должны бы инвестировать в климатическую повестку, борьбу с изменением климата, но с другой стороны, подходы должны не разниться, в зависимости от организации к организации. И если мы говорим про финансирование конкретного проекта, и он конкретно помогает снизить влияние на окружающую среду, это на самом деле должен быть этот проект, а не предназначенный для этой цели какой-либо другой проект, который фактически был под привлечение климатического финансирования полученных денег. Это один аспект. То есть зеленая таксономия позволяет избежать использования финансов, зеленых финансов для проектов, не относящихся к зеленому финансированию. Второй аспект, во всем мире сейчас об этом тоже говорят, необходима унификация подходов между странами, и в этой части зеленая таксономия тоже позволяет избежать двоякового трактовки. И ни для кого не секрет, что уже сейчас во всем мире все крупные наднациональные, супранейшнл финансовые институты и фонды начинают выделять отдельные фонды для финансирования борьбы с климатическим изменением. И для того, чтобы тот или иной проект правильно классифицировался, и на него были получены финансовые выливания, в первую очередь эти финансовые институты должны правильно классифицировать, и это должно происходить как в Азербайджане, так и в любой другой стране мира одинаково. Это второй аспект, о котором я хотел бы поговорить, это выравнивание проектов по всему миру, и выравнивание проектов именно в той связи, чтобы тот или иной проект в Азербайджане классифицировался так же, как и классифицировался тот же проект, например, Кенни. Третий немаловажный аспект – это derisking. То есть я бы хотел здесь поговорить о том аспекте, что многие деньги, выделяемые на климатическое финансирование, часто считаются высокорискованными и низколиквидными. То есть предполагать, что тот или иной проект, который будет находиться в зоне зеленой таксономии и позволяющий начать инвестирование в ту или иную отрасль, в сравнении с другими проектами, которые не находятся вне климатической повестки, обычно стоят дороже. Почему? Потому что риски больше, окупаемость ниже, и существует еще вопрос в том, что запустится этот операционный проект или не запустится. То есть есть операционный экзекьюшн с точки зрения запуска проектов, есть вопрос, связанный с себестоимостью самих рисков внутри этого проекта, так и вопросы, связанные с окупаемостью, более долгосрочные обычные, бывательные проекты. Так вот, в этой части себестоимость проектов становится обычно выше 2-3 раза, чем сравнивая его с обычным проектом в традиционных направлениях. Но я бы хотел отметить, что в регуляторе, с точки зрения того, что может сделать Центробанк, и в принципе не только Центробанк Азербайджан, но и другие банки в мире, и еще есть институт, который занимается стандартами ESG, интеграцией стандартов ESG в стандарты международной финансовой отчетности. В этом направлении сейчас идет работа для того, чтобы правильно оценивать риски и факторы ESG внутри любых проектов. То есть ни для кого не секрет, что, например, финансирование проектов в сельском хозяйстве, которое уже считается высокорискованным, может быть еще более дорогим. И себестоимость его должна быть еще более дорогая, потому что, если мы включим фактор себестоимости климатических изменений в проекты сельского хозяйства или климатических изменений в проекты с логистикой, любые другие, то себестоимость этих проектов обязательно должна увеличиться. Вот именно в принципе ESG, которые должны быть учтены в банковской деятельности. В первую очередь, должны быть направлены на то, чтобы правильно рассчитывать себестоимость доллара, направленного в экономическую деятельность того или иного торгового предприятия, включить туда риски, связанные с изменением климата, для того, чтобы выровнять себестоимость того или иного проекта с проектами в традиционных отраслях, с проектами, связанных с климатическим изменением. То есть себестоимость проектов климатического изменения достаточно высока. Она высока, потому что есть определенные факторы, о которых я говорил чуть ранее, но на самом деле риски изменения климата уже являются достаточно высокими и часто не учитываются в расчетах финансовых моделей во время выдачи кредитования традиционной секторы экономики. И вот если это правильно делать, то приоритизация проектов, связанных с новыми изменениями технологий в борьбе с климатическими изменениями, она будет намного, уже, скажем, более традиционно будет с большим приоритетом. И банки будут делать это не по, скажем, желанию, а это будет бизнес-необходимость. Если у тебя в сельском хозяйстве правильно рассчитать себестоимость рисков, то они окажутся, проекты в сельском хозяйстве из-за климатического изменения и рисков климатического изменения, окажутся не намного дешевле, чем проекты и кредиты, выданные в проекты, связанные с борьбой с изменением климата. Господин Гарджев, да, если обобщить все, что вы упомянули, это выровнять проекты, направленные на уменьшение углеродного следа, поскольку они несут в себе большие риски и в то же время у них низкая окупаемость, поэтому здесь нужно быть предельно внимательным. Еще один последний вопрос хотел бы задать по международной экономике. Трамп обещал заставить маленькие европейские страны, собравшиеся вместе, платить большую цену за профицит в торговле. И вот Евросоюз поэтому готовится покупать у США больше, чтобы наладить отношения таким образом. Какие отрасли европейской экономики могут быть наиболее уязвимы при регуляции и при принятии таких мер? Ну, надо смотреть на торговое сальдо между Соединенным Штатами и Евросоюзом. Ни для кого не секрет, что протекционизм, протекционистская война, которая ближайшая к торговой войне, которая будет идти между Евросоюзом и Соединенным Штатами, сфокусирована на снижении дефицита внешнего торгового баланса Соединенных Штатов Америки. То есть, на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки, хотя и являются на это экспортером технологии, но по многим направлениям определенные позиции продуктов и продукции, у них есть определенный дефицит в торговом балансе, и над этим старается работать, будет работать команда Трампа для того, чтобы снизить зависимость от импорта и увеличить производство внутри самой Америки для того, чтобы обеспечить рабочие места и вернуть индустриализацию на те уровни, которые она была до индустриализации. В первую очередь, я считаю, что это сельское хозяйство, то есть это направление, которое необходимо рассматривать. Очень много существует в сельском хозяйстве направлений в Евросоюзе, продукции которого экспортируются в Соединенные Штаты Америки. Алкогольная продукция, алкогольная продукция, сельскохозяйственная продукция – это два направления, которые в первую очередь могут пострадать по причине загранительных мер со стороны Евросоюза. Тут же нужно говорить про автомобилестроение. Да, очень большое количество производств автомобилей уже локализовано европейских брендов в Соединенных Штатах Америки, но есть определенные направления и целые сектора экономики, производства в соцзапчастей и многие другие смежные отрасли, которые все еще не локализованы в Соединенных Штатах Америки, и вот это могут тоже пострадать. В целом, на самом деле, я не думаю, что как со стороны Трамп, так со стороны Евросоюза, эти все меры, которые предполагаются, введение загранительных пошлин на 50%, 10% в юных, разные будут слухи, что в двустороннем направлении будут эти загранительные пошлины, 20%, 20%, на их электрокары китайские хотят 100% внедрить какие-то пошлины. Не думаю, что эти загранительные пошлины случатся, скорее всего, но не в таких высоких показателях, скорее всего, потому что в первую очередь, существенное увеличение таможенных пошлин и фактически создание барьеров скажется на потребителях в Соединенных Штатах Америки повышение цен на импортируемую продукцию, что повлечет за собой недовольство страны, тех людей, которые выбирают как по эту сторону экономики, как по эту сторону океана в Соединенных Штатах Америки, так и по ту сторону океана в Евросоюзе. Если будут загранительные пошлины введены в страны Евросоюза, мало стран Евросоюза по отношению к продукции Соединенных Штатов Америки, это однозначно приведет к росту продукции. Есть определенные направления, в которых, например, технологии, в которых Соединенные Штаты Америки лидируют во всем мире, и какие-либо загранительные пошлины, вот каких-либо загранительных пошлин, ничего, кроме как повышения стоимости сервиса, услуг и товаров внутри той или иной страны не приведет. Поэтому, да, будут меры загранительные, это есть цель администрации во многом Трампа, то есть усиление роли внутренней экономики Соединенных Штатов Америки, но дойдет ли дело до таких стильных загранительных мер, не думаю, определенные пошлины вполне возможно. Но тут я, как и сказал, фактором, который будет это все предотвращать, будут прежде всего являться рынки потребителей внутри этих стран, которые будут противиться резкому повышению цен и потенциально увеличению инфляции. И для этого, если даже и произойдет рост тех или иных пошлин, то он будет, скорее всего, незначительным. Остается отслеживать только, до чего смогут договориться Трамп и, в принципе, США и ЕС. Благодарю вас за столь подробные ответы. Напомню, на связи с нами был Турал Гаджи, партнер компании «Делойт», а мы продолжаем выпуск. Азербайджан придает особое значение углублению отношения с дружественной страной, надежным партнерами, объединенными Арабскими Эмиратами, о чем заявил министр экономики Азербайджана Микел Джабаров на приеме по случаю 53-летия независимости ОАЭ. В свою очередь, посол арабского государства в Азербайджане заявил, что отношения между двумя странами строятся на основе взаимного уважения и сотрудничества. ОАЭ верят в важность международного сотрудничества и всегда стремятся установить стратегические партнерские отношения, приносящие пользу всем. Об этом заявил посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль-Блуши на приеме по случаю 53-й годовщины независимости Объединенных Арабских Эмиратов. Дипломат поздравил Азербайджан с успешным проведением КОП-29, отметив, что в этом глобальном мероприятии принимали участие 22 делегации из ОАЭ. Арабское государство выразило приверженность поддержке международных усилий по достижению мира, стабильности и устойчивого развития. В 2023 году объем товарооборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном, включая ненефтяной импорт, экспорт и реэкспорт, составил 1,641 млрд долларов США. А за 10 месяцев текущего года объем двусторонней торговли превысил 80 млн долларов США. Взаимные визиты лидеров, рост торгового, экономического и культурного обмена, а также увеличение числа взаимных туристических поездок свидетельствует об укреплении двусторонних отношений. Также за 7 месяцев 2024 года число туристов, прибывших из ОАЭ в Азербайджан, выросло на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между Азербайджаном и ОАЭ существует большой потенциал для дальнейшего расширения экономического сотрудничества, в частности, в сферах устойчивого развития и энергетической безопасности, что может внести существенный вклад в достижение общих целей. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаэл Джабаров. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются по восходящей линии, благодаря политической воле и искренней дружбе глав государств и расширению партнерства. Хотелось бы обратить внимание на то, что две страны ведут активные переговоры по соглашению о всестороннем экономическом партнерстве. Подписание этого документа внесёт значительный вклад в развитие торгово-экономических связей, ещё больше углубить сотрудничество за счёт расширения доступа к рынку, особенно для либерализации торговли и интенсификации инвестиционных потоков. Министр также отметил, что проведение КОП-29 в Баку в этом году и КОП-28 в 2023 году в Дубае ещё раз демонстрирует усилия Азербайджана и Объединённых Арабских Эмиратов по продвижению глобальных инициатив в области окружающей среды. Эллада Мамедова, Руфат Олегперов, CBC Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны упал до отметки 45,2 в ноябре, согласно данным, опубликованным S&P Global in Hamburg Commercial Bank. Индекс продолжает держаться на отметке ниже критической в 50 пунктов с середины 2022 года, которая отделяет расширение от сокращения. Длительное снижение свидетельствует о продолжающемся экономическом спаде в еврозоне. Среди крупнейших экономик Евросоюза Германия, Франция и Италия испытали наиболее резкое снижение производственного индекса деловой активности в ноябре. Данные также свидетельствуют о значительном снижении новых заказов производства, покупательной активности и уровня запасов в производственном секторе региона. Сайрус Деларубья, главный экономист Гамбург Коммершиал Банк, отметил, что нет никаких признаков краткосрочного улучшения индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны, что сигнализирует о сохраняющихся проблемах в этом секторе. Миграция, экономические кризисы и международное сотрудничество стали главными темами беседы между бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и экс-президентом США Бараком Обамой. Меркель рассказала о своем опыте принятия сложных решений в области миграционной и экономической политики, подчеркнув, что ей удавалось находить баланс между национальными интересами Германии и обязательствами перед Европой. Подробности в следующем материале. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент США Барак Обама обсудили актуальные глобальные вызовы на мероприятия в Вашингтоне. В центре их диалога оказались вопросы миграции, экономических кризисов и международного сотрудничества, подчеркивая масштаб решений, которые формировали мировую повестку на протяжении многих лет. Одной из главных тем обсуждения стало решение Меркель принять в Германии значительное количество мигрантов, что вызвало оживленные политические дебаты как внутри страны, так и за её пределами. Тогда я осознавала, что говорить о правах человека и достоинстве недостаточно, если мы отказываем в помощи тем, кто ищет убежище. Однако очевидно, что мы не можем принимать тысячи беженцев ежедневно. Ситуацию осложняет активность торговцев людьми. Поэтому важно устранять причины миграции, работать со странами происхождения и создавать легальные возможности для переселения. В Германии, например, существует потребность к квалифицированной рабочей силе. Меркель уделила значительное внимание управлению Германией и Евросоюзом во время европейского долгового кризиса. Она отметила сложность балансирования между национальными интересами Германии и коллективными решениями в рамках ЕС. При этом она неоднократно подчеркивала важность единства в Европе, считая его ключевым фактором для преодоления экономических и политических вызовов. Я всегда была сторонницей рыночной экономики, ведь я пришла из социалистической системы и верила, что компании будут вести себя ответственно. Однако столкнулась с тем, что банковские махинации привели мир к кризису. А решать эту проблему пришлось государством. Мне пришлось искать способ спасти евро, не превращая наши долги в общую ответственность. Это было нелегко, ведь мы союз, а не государство, что вызывало непонимание. Но в итоге, я думаю, нам удалось достойно справиться с этой задачей. Хотя Меркель высоко ценит за её лидерство в кризисные времена, она также сталкивается с критикой за чрезмерную зависимость Германии от российского газа и торговли с Китаем. Эти аспекты, по мнению аналитиков, бросают тень на её наследие, особенно на фоне текущих мировых кризисов. Презентации мемуаров и участие в обсуждениях с Обамой подчеркивают неослабевающее внимание к фигуре Меркель как одному из ключевых мировых лидеров последних десятилетий. Сябина Мурадова, CBC. И в завершение поговорим об американских фондовых индексах и ценах на нефть. И таким образом, Уолл-стрит завершает торги понедельника без единой динамики. Американские фондовые индексы завершили их разнонаправленно. Да уже он сумеренно снизился. S&P 500 слабо вырос, а вот Nasdaq Composite прибавил почти 1%. В конце этой недели будет опубликован ноябрьский отчет по рынку труда США. А в среду ФРС обнародует региональный обзор, который по цвету обложки называют «Бейджбук», то есть «бежевая книга». И таким образом, Dow Jones понедельствовался на 0,3%. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,24%. И Nasdaq Composite прибавил, как уже ранее говорили, 1%. Цены на нефть стабилизировались во вторник. Трейдеры занимают выжидательную позицию перед встречей представителей ОПЕК+. Заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и Министерская встреча были перенесены с 1 на 5 декабря. И рынок ждет, что Альянс отложит увеличение производства нефти, запланированной на январь. Тем временем, Brent составляет на данный момент 72,16 доллара, тем самым увеличивается в цене на 9 центов. И WTI также составила 68,13 доллара, увеличение было также на 1 цент. Нитяной рынок не нуждается в дополнительных поставках, поскольку это увеличит избыток предложений, считают эксперты. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале CBC и следите за экономической повесткой дня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова